В доме на коммунистической Татьяна Иванова частый гость. Здесь, на пятом этаже, проживает ее сын. Сама Татьяна любит пройтись пешком, говорит, для здоровья полезнее. Однако в девятиэтажном доме довольно много пожилых людей и детей. Потому лифт необходим. Конечно, потому что люди разные, пожилые, молодые, всякие. Кто-то по состоянию здоровья не может спуститься, кому-то он просто необходим. В этом году жителям заменили лифт. Изменилась не только начинка, но и внешний вид. Пространство внутри стало светлее, появилось зеркало, вентиляция. Кнопки этажей оснастили шрифтом Брайля, специально для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Скорость лифта увеличилась почти в два раза. А при открытии дверей жители слышат классическую музыку. Это функция диспетчерской связи и один из вариантов, чтобы люди проводили приятнее время, пока поднимаются. Насколько это доказано, там очень много времени мы за всю жизнь проводим лифт. В доме на Коммунистической заменили 4 лифта. Инженерные системы отремонтировали в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в 2016 году. За эти годы удалось собрать более 4 миллионов рублей силами жителей, хотя на установку новых лифтов было затрачено более 7 миллионов рублей. На эти цели в областном бюджете заложены резервные средства. С каждым годом все больше инженерных коммуникаций приводит в порядок. Так, к примеру, в 2019 году заменили 40 лифтов. В прошлом 175, а в текущем в самарских домах появится порядка 600 современных лифтовых кабин. Чтобы получить новое оборудование, жителям следует обратиться в районную администрацию. Именно она выступает в роли заявителя на замену лифта. В бюджете в Самарской области предусмотрены средства на три года вперед, то есть на текущие 22, 23, 24. Средства беспрецедентные. Это 1,2 миллиарда рублей ежегодно. Это только из областного бюджета. Плюс ко всему, значит, есть договоренность с фондом содействия реформирования ЖКХ. Это федеральный фонд, который помогает регионам. Гарантия на лифтовое оборудование составляет четверть века. Дальнейшая эксплуатация инженерных систем после установки ложится на плечи управляющей компании. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok